Макроэкономические индикаторы вернули свое влияние на котировки сырой нефти. Свидетельства слабости китайской экономики и вчерашние разочарования данными по розничной торговле в США отразились на ходе движения цен на товарном рынке. Даже очередное подтверждение снижения запасов нефти в США не оказало ожидаемого эффекта на динамику нефтяных котировок, а между тем за прошлую неделю в американских нефтехранилищах стало на 2,191,000 баррелей меньше. В цене за баррели легкой нефтяной смеси марки WTI так и не удалось преодолеть уровень сопротивления на отметке 61,85 доллара. Однако аналитики товарного рынка не спешат с негативными прогнозами. По-прежнему многие предвидят рост котировки WTI к отметке в 70 долларов за баррель, причем в ближайшие 30 дней. Развитие такого события опасаются саудиты, которые намереваются из нефтяной войны выйти безоговорочными победителями. Это одна из причин вчерашних словесных интервенций о намерении нарастить объемы добычи углеводорода. На подобные шаги готов идти и российский Центробанк в попытках уберечь свою валюту от излишней резкого роста. Открытие сегодняшних торгов на московской бирже сопровождалось падением рубля. Пара доллар-рубль приблизилась к отметке в 50 пунктов. На фоне ослабления американской валюты, роста цен на нефть, привлекательности в процентных ставок Центрального банка РФ, ожидания роста продаж экспортной валютной выручки в майский налоговый период и текущей внешнеполитической стабильности, инвесторы активно скупали рубль в течение нескольких торговых сессий подряд. Резкий рост валюты неблагоприятен для многих крупных компаний страны, и в попытках снизить давление дорогого рубля Центробанк решился уже на валютную интервенцию. Регулятор намерен ежедневно скупать по 100-200 млн. американских долларов. Таким образом, помимо поддержки экономики от колебаний курса валют, Центробанк пополнит международные валютные резервы.